Рассредоточились! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Несмотря на свой преклонный возраст, поются листы весело, задорно и даже пританцовывают. И правда говорят, кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Руководитель хора Михаил Петрович самый авторитетный. Занимается в группе с 1994 года. Раскрыть свои творческие способности он решил сам. И таким образом изменил свою жизнь и жизнь всего коллектива. Репертуар ансамбля тоже определяет он, чтобы песни нравились и исполнителю, и зрителю. Вопрос дисциплины – тоже его ответственность. Кто-то не приходит на репетицию, кто-то там что-то опаздывает, никаких проблем. Люди все взрослые. Я им сразу объясняю, вы не волнуйтесь и не переживайте. Потому что вы сюда приходите отдохнуть. В общем-то, наша первая задача – это досуг инвалидов обеспечить, организовать. Чтобы они пришли, попели песни. А как я понимаю, песни поют в хорошей творческой обстановке, в дружеской такой, без ругани, безо всего. Нервы успокаиваются. Это хорошо на здоровье у них действует. Вот и все. Вот это наша главная задача. Отдохнуть сюда приходит и Иван Иннокентьевич, самый пожилой в коллективе. В свои 86 лет он может дать фору любому молодому исполнителю. Даже двух репетиций в неделю ему мало. Некуда девать энергию. Да и по коллективу скучает. Вообще я склонен к старинным песням. Люблю очень старинные, старые песни. Такие протяжные. Я с Ангары. Там пели такие песни протяжные. А тут все равно песни мне нравятся. Я люблю любые песни. Я пою. Дружный коллектив – залог успешной работы. Народный хор «Родные напевы» и вокальная группа «Мужики» являются одними из самых востребованных исполнителей в Красноярском крае. Постоянные участники различных концертов и фестивалей. Они по праву заработали признание зрителей. Энергия, с которой артисты отдаются любимому делу, очень заразительна. И эти мужики всем доказывают, что огонь в их сердцах не погас. Редактор субтитров А.Семкин